Здравствуйте любители качественного звука хочу вам рассказать в моих видео о том как я изготавливаю USB кабеля по каким технологиям вкратце опишу их звучание потому что любой человек который интересует мои кабеля он естественно задается вопросом как они изготовлены, из чего они изготовлены какие возможны варианты их изготовления нюансы и так далее на что я сейчас попытаюсь ответить для того чтобы все заинтересовавшиеся могли это услышать из моего видео мои изучения очень давние этого вопроса не буду сильно подробно на этом останавливаться привели к тому что на данный момент у меня существует две ревизии USB кабелей основных это четвертая ревизия изготавливания на классической технологии что значит четвертая ревизия это витые два сигнальных проводника которые имеют двойное экранирование сначала фольги потом метной оплетки это проводники земляной и сигнальные которые также имеют двойное экранирование фольги и оплетки независимо от сигнальных двух проводников то есть кабель функционально состоит из трех скажем так несущих проводников земляного в двойном экране плюсового питания в двойном экране и сигнального в двойном экране все это определенным образом свита разъемы для изготовления своих кабелей использую самые качественные которые мне попадались это Neotech с качественной позолотой с специальным сплавом контактной группы очень качественные разъемы это для всех кабелей использую значит вот четвертая ревизия кабелей она предполагает вот такой вот вариант изготовления оставлю под видео ссылочку на объявление OLX базовая конфигурация подразумевает что несущие проводники вот есть три типа основные кабелей это медный посеребряный и серебро медный состоит из монокристаллической моножильной меди АП ОЦЦ посеребряный из такой же меди посеребряной и серебро состоит из чистого серебряного проводника монокристаллического АП ОЦЦ значит какие возможны еще варианты возможен вариант четвертой ревизии замены проводника земляного на такой же монокристаллический проводник АП ОЦЦ если медный кабель то медного если посеребряный то проводник будет посеребряный и точно так же в серебряном будет серебряный проводник значит замена проводника земляного влечет за собой улучшение качества передаваемого звукового сигнала по цифровому кабелю в тех системах где используется питание передача питания по USB кабелю я также рекомендую улучшать и этот проводник менять его на монокристаллический в этом случае вы получите самое максимальное качество которое возможно эта версия у меня называется значит фул предыдущая версия с земляным проводником улучшенной проводимости называется ну модернизированный или апгрейд или улучшенный вот точно так же значит можно все это спрогнозировать на пятую ревизию но пятая ревизия возникла в течение моего производства буквально недавно на межблучных кабелях я получил шикарный результат и решил эту технологию применить в изготовлении USB кабелей то есть у меня возникла пятая ревизия кабелей которая отличается от классической схемы я испытывал исследовал как ее реализовать но я сильно подробно не рассказываю как и что я изготавливаю ну потому что некоторые моменты это мое ноу-хау личные разработки испытания множественные попытки и только потом был получен результат поэтому я какие конкретно материалы применяю допустим я расскажу но как что изготавливаю мелкие нюансы я не буду рассказывать допустим кабель на воздушной изоляции что подразумевает есть несущая конструкция которая из тефлона вспененного у меня в этом вспененном тефлоне есть центральный проводник который помогает развязать все остальные несущие проводники вокруг этого центрального несущего каркаса скажем так кабеля usb навиваются эти же проводники медный посеребряный или серебряный в такой же такие же варианты существуют классические то есть два проводника состоят из данного материала остальные скажем так попроще почему я делаю разграничение потому что всем предлагать версию фул это будет получаться очень дорогой кабель и не все фанаты звука скажем так могут финансово это осилить эти траты поэтому есть множество модификаций которые помогают каждому человеку выбрать самый оптимальный вариант который подойдет максимально именно ему именно для его уровня и желания получить то что он хочет тот эффект тот звук вот поэтому вариант на воздушной изоляции точно так же есть классический есть улучшенный с земляным проводником из материала об оцц и есть фул где все 4 проводника из данного материала то есть определенным образом проводники обиваются вокруг несущего каркаса все юсб кабеля имеют качественную наружную изоляцию так называемую змеиную кожу фирмы teflex цвет этой защитной настойкой химическим воздействием температурным и прочим очень износостойкая цвет ее зависит от типа выбранного кабеля будь то медь посеребряная или серебро все имеют мою фирменную так сказать наклеечку evo audio под прозрачной термоусадкой то есть достаточно все изготовлено очень качественно и надежно гарантия можно сказать пожизненная ни один кабель usb ко мне по причине его качества не вернулся еще за все время производства как минимум четыре года наверное я произвожу так что обращайтесь значит пятая ревизия кабелей usb на воздушной изоляции она имеет еще выше скорость распространения еще чуть-чуть лучше динамику кабелей прислушиваюсь что происходит потому что сейчас тревога идет какой-то массированный обстрел прислушиваясь что там ходит за окном у нас никто не прячется 99 процентов остается в тех местах где их застала тревога как правило поэтому вот так и живем значит пятая ревизия кабелей имеет еще выше скорость распространения сигнала то есть большую достоверность чем отличаются три типа кабелей медь по серебряной серебро я рассказываю свое впечатление надеюсь каждый это может понять для себя таким образом как он это может понять значит отличие следующее относительно медного кабеля по серебряной имеет шире амплитудно-частотный диапазон более ровную фазовую характеристику нижние частоты более глубокие верхние точно так же более высокие АЧХ более ровно в нижней области и верхней области серебряный кабель еще более расширяет АЧХ и в нижнюю частотную область и в высокочастотную область при этом основные характеристики динамики кабелей моих они одинаковые но детальность и чистота кабелей в посеребряном выше относительно медного в серебряном еще выше детальность и чистота всех звуков которые вы получаете в результате вся линейка моих USB кабелей отличается от остальных которые мне приходилось слышать повышенными динамическими качествами повышенной эмоциональностью скоростью качеством звуковых образов которые возникают воображение которые возникают в воздухе в вашем помещении в котором вы прослушиваете музыку но за счет отличия фазочастотных характеристик которые повышаются в линейке от медного к серебряному и еще сильнее повышаются к серебряному звук еще сильнее приобретает эти свойства динамические эмоциональные насыщенность наполняемость самих звуковых образов и расширение сцены как в ширину так и вглубь то есть улучшается позиционирование объектов и их наполняемость я не приверженец всем советовать именно серебро или посеребряный у меня очень много клиентов которым я выслушав какая у них система рекомендую именно медный первый тип кабеля это связано или с уровнем аппаратуры или с звуковыми предпочтениями какие человек хочет получить поэтому однозначного ответа что топовый всем будет лучше нет как раз таки наоборот может быть что именно медный подойдет пользователю с определенной аппаратурой и определенными вкусовыми впечатлениями надеюсь вкратце рассказал вам какие USB кабеля я изготавливаю на самом деле изготавливаю не только USB кабеля все остальные типы тоже межблочные сетевые питающие акустические кого заинтересуют данные типы кабелей обращайтесь могу изготовить не только вручную полностью кабеля могу изготовить и на базе готовых шикарных типов есть большой опыт посоветую какие именно проводники будут оптимальные в вашем случае надеюсь помогу всем любителям звука добиться тех результатов которые они хотят получить желаю всем традиционно мира и добра до свидания дорогие друзья до свидания до свидания до свидания